Рядом с гостиным двором есть небольшая площадь, она называется Андреевская площадь, потому что именно на этом месте когда-то стоял собор Андрея Первозванного, в котором в 53 года служил отец Иоанн Кронштадт. Всем известный священнослужитель, общественный деятель, писатель и покровитель города Кронштадта. Собор на фотографии я видела, он такой светлый, с классическим портиком, с высокой тонкой колокольней. Вот здесь установлен памятный камень на месте этого собора. Тут есть его изображение, но как-то не очень хорошо его видно. Вот и написано, на этом месте стоял собор апостола Андрея Первозванного, в котором в 53 года служил великий молитвенник земли русской, святой праведный отец Иоанн Кронштадт. Собор был освящен в 1817 году, разрушен в 1932. Вот, я читала, что на этом месте был установлен памятник Ленину, а потом он перенесен на другое место. Вот передо мной проходит улица Ленина, раньше она называлась Николаевская. И вот как бы влево, в ту сторону, есть небольшая площадь, на которой сейчас установлен памятник Ленину, даже поменьше этой площади. И он вокруг окружен сиренью, так что даже получается немножко странно. Получается такой зеленый кабинет, там есть скамеечки, такой маленький скверик. Посидеть там хорошо, но именно как площадь, но это выглядит немножко странно. Вот передо мной часовня Тихвинской иконы Божией Матери, она воссоздана, восстановлена в 2009 году. О! 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 Если великие тактики, влево влево выходит мунистер-прис ma цифру, �WAini все одно вот уникальдер. Там есть мемориальная музей-квартира в том доме, где он жил. Там есть памятник ему. Сейчас я туда пройду. Возможно, есть какая-то надежда, что этот собор тоже восстановят. Если бы его, скажем, не разрушили, а использовали как-то там для клуба, для склада, для чего угодно, то хотя бы здание сохранилось, его легче было бы, проще восстановить. А отстроить заново. Ну, не знаю, будет ли это когда-то или нет. Хотя вот на этой доске внизу написано, пусть камень его пьют к сердцам нашим о восстановлении пороганной святы. Ну, с такой надеждой. Вот и написано.